привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников наш сегодняшний ролик называется мертвая петля и его история начинается в 1913 году когда русский летчик пётр нестеров совершил мертвую петлю на своем самолете впервые в мире чтобы доказать как он выразился в своем стихотворении что в воздухе везде опора вот об этой опоре мы сегодня и поговорим а теперь мы займемся экспериментом и с этой целью была построена вот такая установка горка петля выход из нее я беру большой стальной шарик кладу его на горку и мертвая петля пройдена чтобы простой опыт стал настоящим физическим экспериментом надо сравнить его результаты с теорией для этого мы такую теорию построим она здесь совсем не сложная я спрошу с какой высоты надо отпустить шарик на горке чтобы он прошел петлю ну и между прочим высоту мне удобно отчитывать от верха петли потому что если мы пустили шарик ниже этого уровня то он даже по закону сохранения энергии не добрался бы до верха но здесь есть еще одно условие когда шарик проходит вверх петли он движется по окружности и это значит что от прямолинейного движения он отклоняется некоторой силой но что это за сила во первых это сила тяжести мж а во вторых это реакция опоры вот той самой опоры которая держала самолет нестерова в воздухе когда он делал петлю ну и если рассмотреть предельный случай когда реакция опоры близка к нулю в общем просто равна нулю но шарик все еще движется по этой окружности то у нас появляется условие на скорость значит центростремительное ускорение в квадратная р в этой ситуации должно быть равно ускорению свободного падения же теперь я запишу еще закон сохранения энергии но и для начала я буду считать что шарик совершает просто поступательное движение ну тогда написать что кинетическая энергия м в квадрат пополам равна потенциальной энергии мж аж если одно соотношение поставить другое то вы получим что высота аж с которой нужно отпустить шарик она составляет половину радиуса но всего лишь четверть диаметра но дальше начинаются всякие уточнения и самое первое уточнение состоит том что вообще-то шарик не движется поступательным движением одним а еще и катится при этом часть его энергии это энергия вращательного движения ну из теории у нас об этом есть ролик на него ссылочка в конце мы знаем что из кинетической из потенциальной энергии мж аж у нас поступательную часть перейдет только пять седьмых энергии а две седьмых уйдет в вращательную ну и соответственно вот здесь надо тогда приписать семь пятых это получился всего семь десятых значит теория уточненная говорит что высота аж должна составлять 0,7 от радиуса но опять же это все еще пока что идеализированные модели потому что в нашей реальной горки потери велики она и согнута не очень аккуратно там есть подпрыгивание шарика и вообще горка вибрировать начинают то есть потери не только не на трение но и на вибрации горки и реальная высота должна оказаться еще заметно больше а теперь мы посмотрим с какой высоты надо запустить шарик чтобы он прошел верхнюю точку петли не отрываясь первое испытание пускаем шар с высоты в одну целую шестьдесят пять сотых радиуса что гораздо больше теоретических 0,7 но шар даже не добрался до вершины увеличим высоту до двух целых пятнадцати сотых радиуса и шар все равно отрывается от дорожки потери энергии слишком велики увеличим высоту до двух целых четырех десятых радиуса шар практически проходит по петле но все равно с небольшим отрывом от нее и вот высота увеличена до двух целых сорока пяти сотых радиуса шар наконец-то прошел по петле без отрыва от нее 245 это конечно не ноль целых семь десятых которые предсказывала наша теория но это не повод отказываться от теории она остается верной просто надо сказать что потери в нашей установке слишком велики а увидеть эти потери энергии очень просто отпустим шарик с некоторой высоты и и увидим что он поднялся по кольцу только на шесть десятых от этой высоты и вот андрей рассказал нам про потери энергии в физике если эксперимент сильно расходится с теорией обычно меняют экспериментальную установку и создают такую установку которая дает подходящие результаты и вот мы вспомнили что еще галилео галилей проводил такой опыт он брал маятник вбивал стену гвоздь на некоторой высоте дальше отводил маятник и отпускал его и соответственно когда нить маятника попадала на этот самый гвоздь то груз двигался по окружности меньшего радиуса но и ясно что если мы отведем груз достаточно высоко то она пишет при движении мертвую петлю в первом испытании мы подняли шарик на уровень вершины окружности скорости не хватило из какого-то момента шарик свободно летит по параболе поднимем шарик на три десятых радиуса он практически проходит окружность но все-таки чуть-чуть срывается с нее и вот шарик поднят на половину радиуса что соответствует предсказанию теории для поступательного движения и он действительно летит по окружности мертвая петля пройдена а дальше шарик движется по архимедовой спирали и как тут не вспомнить великого немецкого философа эммануила канта который в предисловии критики чистого разума сказал что ясность для всех естествоиспытателей возникла тогда когда галилей стал скатывать с наклонной плоскости шары сын самим избранной тяжестью или когда-то речели заставил воздух поддерживать вес который как он заранее предвидел был равен весу известного ему столба воды естествоиспытатели поняли что разум видит только то что сам создает по собственному плану что он с принципами своих суждений должен идти впереди согласно постоянным законам и заставлять природу отвечать на его вопросы а не тащится у нее словно на поводу так как в противном случае наблюдения произведенные случайно без заранее составленного плана не будут связаны необходимым законом между тем как разум ищет такой закон и нуждается в нем а теперь настала пора перейти к нашему традиционному заключительному вопросу и он будет таким наши коллеги из ташкента у которых установка была сделана не в пример аккуратнее нашей тоже недавно показывали такой опыт у себя на канале и они обнаружили что маленький и большой шарик нужно запускать с разных высот чтобы они прошли эту петлю и для маленького шарика высота должна быть больше как вы думаете с чем это связано ваше соображение на этот вопрос пишите в комментарии к этому ролику на ю тубе